Как известно, в Артёмовском городском округе создана и работает комиссия по дорогам, в которую входят как работники администрации, депутаты Артёмовского городского округа, представители жилкомстроя и ГИБДД. На днях прошла приёмка дорог округа членами этой комиссии. Оценивалась работа подрядной организации по очистке дорог от снега, содержанию автобусного маршрута и многое другое. Сверяя прописанные работы в смете и то, что сделано фактически, выявлялись недочёты и недоработки. По автобусному маршруту у нас взять за февраль месяц очистка произвелась, но она слаба. Установлены контрактом сроки, которые положено было к 7 утра произвести, они не выполнялись, а были с нарушением временного срока. Но подрядчик мотивировался всё время тем, что есть по нормативу после окончания снегопада объекты, которые оборудованы, проезжая часть, которая оборудована светофорными объектами, она должна убираться в течение 6 часов после снегопада. Второстепенные же дороги должны убираться в течение 4 часов. Отметим, что речь шла о зимнем периоде. Как видно сейчас, оставленный невывезенный снег с обочин дорог повлиял на дорожное покрытие и превратило его в грязь и кашу. По договору подрядчик должен предоставлять видеофотодокументацию, потому что мы, как говорится, есть контракт заключённый, договор, в котором прописаны все нормативы, по которым должен подрядчик выполнять свои работы. И мы должны фиксировать конечный результат работы, проведённой в течение суток либо по окончании снегопада. На данный момент подрядчик выполнил работу на 600 тысяч. Это меньше на 30%, чем положено. Было на 900, но ему опустили до 600 тысяч. Оплата проходит после приёмки, но, естественно, с заключением по акту с депутатами приёмка проходит. Надо отметить, что те предписания и штрафы, которые были выписаны подрядной организацией, выполнялись вовремя и своевременно, что очень радует. Были предписания по уборке от ГИБДД. Также лично ГИБДД выписывало штрафы подрядчику за невыполнение, нужное выполнение дорожного почистки, дорожного покрытия. По предписаниям, по последним, по крайней мере, предписаниям, по всем посмотрелям, то, что ООО «Перспектива» получал, они это выполняли. По словам Николая Кокшарова, инженера муниципального бюджетного учреждения, жилком строя в ненадлежащем состоянии находятся второстепенные дороги. Это связано с тем, что у подрядной организации «Перспектива» не хватает техники. Погода на улице стоит тёплая, держится плюсовая температура, поэтому охватить и убрать снег сразу со всех дорог и маршрутов просто невозможно. В данный момент делается для этого всё, что необходимо. В данный момент мы проехались сегодня, 11 марта, встретились с подрядчиком. По вывозке снежных валов, это именно, по крайней мере, пока автобусный маршрут очистить, чтобы на перекрёстках по улице Ленина, Мира, и вот у Холова-Универмага, там очень большой террикон вырос снежный, вот по вывозке его обязательно. Да, он стал, вот с утра начал вывозить уже. Объёмы работы он должен, согласно контракту, убрать снежные валы, вычистить это, как говорится, всё. Просто по погодным условиям ему сейчас нужно очень экстренно это убирать, потому что если погодные условия будут климатически находиться постоянно в плюсе, то у нас дороги утонут. А утонуть они не должны. Добавим, что снег, который тает и растекается по дороге, достаточно опасный, так как содержит соль реагенты, которыми посыпали дорогу во время зимнего периода. Поэтому просто в срочном порядке его необходимо вывести на полигонную утилизацию. Как видите, работа по очистке обочин от снежной массы уже началась, и подрядная организация «Перспектива» уже в ближайшее время избавит от неё Артёмовский городской округ.